Очередной случай травли собак. На этот раз на территории Первомайского района. Кому мешают бродячие животные? 29 жителей Алтайского края, чернобыльцы и переселенцы смогут улучшить свои жилищные условия. Они получили сертификаты на новое жилье. Кто преступник, а кто сторонник закона, как в Барнауле отметили десятилетия сибирской мафии. Вот это видео с камер наблюдения. Его прислал житель поселка Энергетик Первомайского района. Он пытался спасти животное. Собаку он обнаружил у ворот своего дома. На этих кадрах видно, что животное потеряло ориентацию и упало на землю. Мужчина занес собаку во двор и позвонил ветеринару. Чтобы спасти псину, необходимо было промыть ей желудок. Но помочь животному не удалось. Собака умерла. Кому она помешала и представляла ли опасность для окружающих? Сейчас в Первомайском районе работают наши корреспонденты. Вечером расскажем подробности. А вот клещи уже проснулись и есть первый случай укуса. Правда, регистрирован он в республике Алтай, сообщает Роспотребнадзор наших соседей по региону. Клеща обнаружила на себе жительница Ангудайского района. Обычно насекомые просыпаются именно в марте, сразу после появления первых проталин. В Алтайском крае обстановка пока спокойная. Тем не менее, специалисты напоминают, что в этом году ожидается очень большая активность клещей и все еще рекомендуют сделать прививку или застраховаться. Ну а мы продолжим выпуск. Нового ректора выберут в Алтайском государственном университете. Старт предвыборной гонки дало Министерство образования и науки России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Своё намерение баллотироваться в ректоры классического вуза выразили два кандидата. Зав. кафедры археологии профессор Алексей Тишкин и временно исполняющий обязанности ректора Сергей Бочаров. Прием документов от кандидатов на должность руководителя опорного вуза начнется в начале апреля. Аттестация претендентов пройдет с 15 по 19 апреля. В мае они пройдут собеседование в Москве уже к концу учебного года. Новый ректор должен вступить в должность. А когда они ступят на порог своих новых квартир неизвестно, но сертификаты на жилье им уже вручили. 29 человек из Алтайского края, чернобыльцы и переселенцы смогут улучшить свои жилищные условия. Средства на это выделены из федерального бюджета на общую сумму 62 миллиона рублей. Добавим, что сейчас в очереди на денежные сертификаты стоит еще 139 человек. Это ветераны ликвидации чернобыльской аварии, вынужденные переселенцы и выехавшие из районов Крайнего Севера. Мы выехали из Казахстана еще в 2000-х годах, конец 1999-го. Там совсем были другие события, поэтому были вынуждены уехать, приехать сюда. И, соответственно, по этой программе попали. Они тоже попали. В руки броняульской мафии, правда, речь идет о вполне безобидной и даже, уверяют многие, полезной психологической игре. 10 лет назад именно в Барнауле появился первый за Уралом клуб поклонников мафии. В честь круглой даты его основатели провели игру для журналистов. Несмотря на то, что мафия у многих на слуху, она не так популярна, как того заслуживает уверенный любитель этой игры. Суть состязания, если коротко выяснить, кто из участников в роли преступников, а кто сторонник закона или простой гражданин. Организаторы отмечают, что Барнаул стал местом зарождения особой сибирской разновидности этой игры. В мафии есть два основных вида правил. Московский, это такие спортивные, знаете, такие вот, если в метафоре шахматы. Там все просчитывается, все регламентировано, ну, все очень жестко. Есть питерский, где немножко иррациональности добавлено, там больше общения, ну и больше того, что как раз в жизни есть. Мы взяли питерские правила и немножко внесли в них больше психологизма. По итогам дважды победу одержали темные силы, а один раз светлые. Подробнее о том, как журналисты играли в мафию, смотрите в вечернем выпуске. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На большей территории края вновь морозно. В Белокурихе, Олейске и Камнинабе минус пять. Холоднее всего в Заринске до минус семи. В Барнауле днем небольшой снег и минус пять. Телефон редакции 722-440, а у меня на данный момент все новости. Очередной выпуск нашей программы уже вечером. До встречи.